приветствую! в этом видео новый кадр съемок который я довольно продолжительное время обрабатывал и изучал съемки получены через телескоп специальной астрокамерой которая пишет видео в ноутбук в несжатом формате далее записанные видео я обработал спецпрограммами с целью усиления детализации об этом мы уже говорили и подробные инструкции есть в интернете и на ютубе это съемки сделанные мною осенью 2020 года также в этом видео я отвечу на несколько распространенных вопросов которые читают вас в комментариях первый вопрос почему у кратеров одинаковая глубина и у многих плоское дно глубина у кратеров все же разная это видно при детальном рассмотрении падающих теней на дно кратеров при разной освещенности но плоское дно у крупных кратеров обусловлено природой образования кратеров и несколькими причинами первое после удара и взрыва порода взлетевшая вверх а не только в стороны осыпается и заполняет чашу кратера второе если кратер древний то дно могло также быть заполнено застывшей лавой так как раньше у луны расплавленные породы к поверхности были ближе третье дно кратера заполняется со временем прилетевшими от соседних ударов фрагментами породы четвертое луна как и земля и любое другое подобное крупное небесное тело состоящее из твердых пород имеет большую плотность пород с глубиной падение астероида на землю или на луну совсем не похоже на падение камня на песок крупные кратеры не могут в принципе образовываться со сферической формой чаши кратера такая форма наблюдается у маленьких кратеров диаметром меньше 2-3 км второй вопрос почему большинство кратеров круглые, а не овальные метеориты что? падают под прямым углом? астероиды и метеориты перемещаются на огромных скоростях минимальная импактная скорость столкновения от 10-20 км в секунду до 70 км в секунду это около 100 000 км в час после столкновения с такой огромной скоростью резко высвобождается кинетическая энергия и это напоминает мощный взрыв а взрыв распространяется равномерно во все стороны и угол под которым произошло столкновение уже не так важен твердая порода ведет себя подобно жидкости это объясняет образование таких структур как центральные пики в крупных кратерах и кольца но все же есть исключение ведь поверхность Луны имеет различные породы по структуре и плотности и угол падения астероида может быть разным на Луне есть овальные кратеры с выбросом вещества в сторону и я такие уже показывал в своих съемках и трансляциях через телескоп довольно распространенный вопрос зачем я провожу съемку Луны трачу время на обработку фото и видео материалов если есть телескопы еще больше моего и более лучшие камеры установлены прямо на космических аппаратах которые летают к Луне меня также многие не понимают зачем я часами просиживаю жизнь у реки с удочкой когда можно купить рыбу в магазине зачем сам иногда ремонтирую авто когда на СТО это сделают быстрее и на это есть деньги и так далее а что касается Луны то у нее очень интересная поверхность со структурами очень древними тени падают по-разному в течение месяца видно все по-разному атмосфера Земли не всегда спокойная чтобы хорошо увидеть те или другие структуры камеры сейчас лучше чем раньше и так далее и да, ждем когда упадет астероид прямо во время съемок или наблюдений и чуть не забыл не у всех есть телескоп и умение с ним работать а YouTube позволяет поделиться съемками уже даже в 4К качестве поэтому я делюсь также съемками с теми кому интересно мне радостно, что многие интересуются космосом а не только телешоу и наполненностью холодильника также распространенный вопрос комментарий какой телескоп мне купить чтобы увидеть Луну так же четко и детально друзья, я уже неоднократно об этом рассказывал в своих видео не только от телескопа зависит как вы увидите в него звезды, Луну или планеты не забываем о состоянии атмосферы если погода ясна это еще ни о чем не говорит у поверхности Земли может быть практически штиль а в верхних слоях атмосферы в это время сильные ветра слои воздуха с разной температурой имеют разную плотность свет преломляется на границах плотностей вид космических объектов ухудшается получается допустим из 10 ночей наблюдений может быть лишь одна ночь когда детали на Луне видно хорошо даже при больших увеличениях а бывает что и 20 ночей наблюдений видно плохо в своих видео я с вами делюсь съемками как раз сделанными в такие ночи когда состояние атмосферы было более-менее спокойным вы не представляете сколько ясных ночей я съемки даже не проводил или сколько отснятых материалов пришлось просто удалить такие дела а что касается самого телескопа то по моему мнению для изучения деталей на Луне идеально подходят телескопы с диаметром объектива не менее 100 миллиметров и оптические системы Максутова Кассегрена и Шмидт Кассегрена и конечно не самые дешевые а качественные окуляры линзы Бадлоу и камеры давно хотел больше внимания уделить кратерам с системами лучей системы лучей от этих кратеров простираются на сотни километров такая красивая структура напоминающая лучи образована рассыпающимся веществом выброшенным взрывоподобным событием во время образования кратера вещество лучей имеет большее альбедо то есть отражающую способность благодаря чему они кажутся ярче окружающей поверхности Луны вот я усилил контраст и хотя это уже своего рода художественная обработка снимка но кисть художника здесь не применялась исключительно алгоритмы усиления детализации я буду рад если вы поделитесь этим видео с теми кому оно может быть интересно или даже со своими друзьями вдруг они заинтересуются астрономией подписывайтесь на новые видео и не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить новые видео и трансляции всем удачи и ясного неба! удачи! 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 удачи!